Летом многие из нас предпочитают принимать солнечные ванны. Кто-то загорает на пляже, а для тех, у кого нет свободного времени, существует солярий или даже моментальный загар. Узнаем, что нравится самарцам. Да, я люблю загорать. Мне очень нравится, как выглядит кожа именно с муглой. Очень ярко и классно именно с одеждой, с макияжем сочетается. И, конечно, обязательно проходят всякие такие прыщички, которые выходят зимой. Я загораю в основном летом, только если просто хожу по улице или выезжаем на Волгу или на Самарку. Не понимаю прикола в том, чтобы просто лежать на солнышке и загорать. Да, довольно-таки приятная погода в Самаре. Сейчас выбрались на набережную, позагорать самое то. Месяц май, уже жара началась. Хожу в солярий, потому что это быстро, безопасно и не требует моего долгого времени. А затем я укрепляю свой загар на нашей родной Волге. В погоне за модой представительницы прекрасной половины человечества подчас не задумываются о воздействии процедуры на их здоровье. Ультрафиолет достаточно глубоко проникает. Любые онкологические заболевания, в принципе, это противопоказание для солярия. Однако быть красивой и загорелой все-таки хочется. Предприниматель Елена Мишурина посещает солярий уже 10 лет. Процедура нравится. Говорит, никакого вреда, одна только польза. Ну, во-первых, это получение витамин Д. Ты выходишь, смотришь в зеркало, опять же, ты видишь уже потемнение, уже когда мы темные, загорелые, мы, естественно, краше выглядим. Во-вторых, мне нравится в удобном солярии, например, на какие-то мероприятия собираешься, например, на свадьбу, на день рождения или еще какие-то события. То есть хочется все равно, чтобы тело было загорелое. Сами понимаете, эстетично, красиво и так далее. При посещении солярия важно соблюдать правила. Нужно придерживаться техники безопасности, носить шапочку, стикини и не забывать о защитном креме. Для загара в солярии необходима специальная профессиональная крема, которые также предоставляются студиями. Это необходимо для того, чтобы получить именно качественный, долгосрочный загар. Также очень важен уход, потому что после посещения солярия необходимо выдержать время, не смывать крем, чтобы загар закрепился. Посещать солярий, чтобы набрать желаемый оттенок, необходимо через день, чтобы новый меланин успел появиться в клетках. Когда цвет набрали, один-два раза в неделю для поддержания цвета кожи. У Елизаветы Смирновой день расписан по минутам, поэтому для девушки единственный выход – это моментальный загар. Я сама по себе очень белая, времени мне не хватает совсем для того, чтобы прибежать в солярии и загореть. Поэтому пользуясь моментальным загаром, его хватает до 10 дней, при правильном уходе. Я очень довольна, результат можете посмотреть сами. Вопрос, вреда или пользы, остается спорным и по сей день. Поэтому, чтобы избежать нежелательных последствий, нужно взвесить все «за» и «против». Ксения Баканова, Константин Головин. События.